Сегодня мы, в общем, будем обсуждать девятую главу книжки Хорстона про метафизику и математику произвольных объектов. И именно в этой главе, то есть, он основное внимание уделяет тому, чтобы вообще рассказать, какую логику он использует для того, чтобы говорить про эти самые произвольные объекты, а точнее про генерические мега-последовательности. Это было, кажется, в шестой главе, по которой я в прошлый раз докладывался. Я использовал тогда часть того, что он разработал в этой главе. Вот сегодня мы постараемся подробнее про это поговорить. Вообще, какая мотивация? Мотивация у него в том, что он хочет использовать Гарнхенскую модальную логику, потому что, по его словам, в общем, она подходит лучше, чем там модальная логика, к которой мы привыкли, потому что там модальная логика, к которой мы привыкли, первопорядковая, она направлена на описание свойств каких-то конкретных объектов, но не понятий. Он там приводит фрагмент из какой-то работы Крипке, где сам Крипке предлагает вместо подхода Файна использовать подход Карнхенса. И как мы сегодня увидим, то, каким способом будет Хорстон рассуждать об этом, оно будет отличаться от того, как в прошлый раз мы видели об этом, рассуждает, в общем, сам Файн. Вот, и он тут в этой главе подробнее про это все будет рассказывать, но, собственно, на мотивации я, наверное, останавливаться смысла не вижу, потому что он там проговаривает, чем это будет отличаться от обычного, первопорядкового сейтинга, а просто сразу приступить к делу. Вот. Во-первых, ну, что нужно, это множество возможных миров и множество функций из множества возможных миров натуральные. Вот. И основная как бы его идея в том, что возможные миры – это перестановки. И есть, как бы, два интересующих его случая. Первый случай – это когда возможные миры – это просто все перестановки на натуральных числах. Соответственно, их мощность – это просто, ну, в общем, насчетная, это 2 в степени алиф-0. Вот. А множество функций, ну, да, но такой же у него мощность 2 в степени алиф-0. Вот. И второй вариант – это когда мы используем только вычислимые перестановки, и это, в общем, будет отличаться, потому что… Извиняюсь, но, в общем, вот здесь вот сразу же опечатка, потому что, конечно, мощность множества вычислимых перестановок – она алиф-0, а не 2 в степени алиф-0. И здесь тоже лишняя двойка. А можно сразу же вопрос от тех, кто в танке? Откуда мы узнаем, что мощность, значит, вот этого вот G с индексом С, она именно алиф-0? Ну, это вообще завязано на том, как мы понимаем модель вычислений, то есть, когда предпочитают говорить о вычислимых функциях, то есть, что конкретно имеется в виду. Ну, один из самых, наверное, таких простых способов это мыслить, это значит, что у нас есть какая-то эффективная процедура, которая позволяет просто перебирать элементы множества. Ну, то есть, вот у нас есть вычислимая функция, это значит, что, ну, допустим, из натуральных в натуральные. Это значит, что у нас есть вычислимая процедура, которая берет там любое натуральное число и перебирает его до следующего натурального числа. Ну, то есть, если у нас машины тьюринга есть, то просто как бы у нас двигается лента. И когда мы берем все такие функции в силу того, что мы как бы задание эффективной процедуры, оно говорит о том, что мы за счетное число, ну, не более чем счетное число шагов, мы доберемся как бы до нужного нам числа. И мы как бы счетное число раз объединяем счетное число переборов, и это будет счетное, мы не выйдем за пределы счетности. Так, наверное, можно объяснить. Вот. Окей, сейчас, да, я тут исправлю. Соответственно, тут не... Просто олив нуль, тут два степени олив нуль. Да, и в силу того, что у нас тут разные мощности будут, это, в общем, будет на некоторые вещи влиять. Вот. В обратном порядке. Ну, короче, да, что мы предполагаем известным, это у нас есть язык арифметики, вот, с сигнатурой с нулем, с последователем, с сложением, с умножением. У нас есть первопорядковая модальная логика, в общем, счетное множество переменных, связки две, квантер один, ну, и вот, даймонд, даже один. Все стандартно, но вот еще есть вот этот предикатный символ SP. Дальше станет понятно, что он значит. Вот. Хорошо. Вот. Множество формул задается так, то есть T1, T2 термы, у нас есть вот этот унарный предикатный символ для термов, отрицание формулы, дизюнкция, даймонд и существование. Остальные просто задаются через, ну, в общем, конъюнкция по Даморгану задается, импликация стандартна, булевы, в общем, это тоже понятно, это тоже понятно. Вот. Есть такая штука, как подлинное равенство, его, как бы, нужно отличать от обычного равенства, потому что для подлинного равенства нужно, чтобы у нас было равенство, так скажем, во всех мирах, чтобы оно по всем мирам пробегало, и там это выполнялось. Вот. Дальше, когда мы берем какую-то перестановку, то каждой перестановке у нас соответствует вот такая вот сигма-структура, проинтерпретированная следующим образом. То есть там есть натуральные числа, там есть проинтерпретированный ноль, там есть, конечно, должен быть P. Вот. Проинтерпретированная функция последователя, сложение, умножение, равенство. Вот. Как это делается? То есть, когда мы интерпретируем ноль, это просто значение перестановки на нуле. Когда мы интерпретируем функцию последователя, здесь немножко похитрее. То есть мы берем какое-то натуральное число, смотрим на его прообраз, как бы, этой перестановки, к прообразу прибавляем единичку, а уже вот к всему полученному мы действуем, как бы, исходной перестановкой. Так, дальше. Сложение. Оно так же. То есть мы берем образ от суммы прообраза. В общем, с умножением ситуация похожая. Вот. Означивание это... Ну, означивание... Вот я напоминаю, что A это... А это множество функций. Вот. И она будет действовать таким образом. То есть тут используется лямбда-нотация. Я объясню, что это может означать, если вдруг это вводит в заблуждение. То есть вот у нас есть гамма. Гамма – это функция из множества переменных, счетного множества переменных, в множество, в общем, функций, которые действуют из возможных миров, в натуральные. То есть вот это все такие функции. Вот. Гамма от T это функция, которая, ну, вот, по-прежнему она действует в... Вот отсюда. Ну, то есть вот у нее такая как бы у вас обретение оба значений. Когда мы смотрим на... То есть тут что получается? Мы берем функцию гамма от T, применяем к P. То есть мы вычисляем значение этой функции на конкретной перестановке. То есть вот она, гамма от T, действовала из G в N. Мы смотрим на значение на конкретной перестановке P. И вот она действует. Гамма от T. Это сама функция T просто напараметризованная. Вот в P. А потом мы... Вот у нас есть S, P, которая действует таким образом. Вот. И мы уже берем, и натуральное число, которое у нас здесь получилось, мы просто к нему прибавляем единичку. А это значит, что у нас в итоге это функция, которая как бы от P зависит. Потому что все действия как бы происходят с ней. И все вот лямбда, лямбда, в общем, термы, они так будут читаться. Тут точно так же. То есть вот у нас есть проинтерпретированное сложение как образ сложения прообразов. Сначала берем перестановку, отправляем ее в натуральные числа, складываем натуральные числа, и у нас получается как бы термы интерпретируются как просто натуральные числа, которые являются значением какой-то перестановки. Ну, той, о которой в данном случае идет речь. Вот. Умножение тоже стандартным образом. Вот. Стандартная интерпретация вот этого унарного предиката SP будет такое множество. Вот. Просто все такие вот числа. Теперь нужно определять истинность. Тут А красивая, имеется в виду. Не просто А. В смысле тут всякий раз под А это просто функция из возможных миров натуральные. Вот. Мы записываем истинность формулы на множестве индивидных концептов при означивании гамма вот таким образом. Вот. Считаться. Вот. Термы, равенство термов это просто равенство соответствующих натуральных чисел. Равенство, ну, как бы истинность отрицания это тоже понятно стандартным образом. Это не, это ложность в общем исходной формулы. Дизъюнкция тоже это просто метаязыковая дизъюнкция. В антеросуществовании интерпретируется как вот то, что у нас существует. Альфа, которая я напоминаю, что вот вот это вот вот же это множество миров. Да, это миры. Миры. А функции из миров в натуральные это произвольные числа. И что значит, что у нас формула, она истинна. Истинна у нас формула существует х такое, что фи вот эта формула при означивании гамма. Что значит, что она истинна? Это значит, что у нас есть какое-то произвольное число альфа что истинна фи при вот таком вот означивании когда пишут когда пишут функцию гамма альфа с верхним индексом x это значит, что она будет действовать ну то есть если мы хотим подставить в это означивание что-то конкретное да, например y то она просто будет действовать таким вот незамысловатым образом то есть она будет брать здесь напишу то есть мы хотим сейчас гамма альфа с верхним индексом x она действует на каких-то y вот таким вот образом если y равно x то она просто возвращает альфа если y x не равен то она будет возвращать просто гамма вот y вот когда ну оператор возможности даймонд он стандартным образом тоже в принципе интерпретируется ну то есть помним что фактически перестановки этой миры ну значит что у нас есть другая перестановка пи штрих такое что на ней будет у нас истинно эта формула ну как стандартным образом достижимость тут просто универсальная тут отношения достижимости нет потому что это как бы в принципе работает как с 5 но даже оно как бы все все общее один большой класс эквивалентности вот когда мы говорим про вот этот предикат сп то у нас истинная формула которая является применением этого предиката к терму это значит что просто означивание будет лежать в этой вот теперь нужно как-то в общем он говорит о том что вот разработали люди раньше до этого какую-то модальную логику карнаповскую и в принципе все аксиомы карнаповской модальной логики они в той системе которую он задает они будут истинны и туда входят в общем все профессиональные аксиомы с 5 туда входит вот такая формула то есть он кажется ее называет если я правильно помню универсальная универсальная подстановка вот дальше это формула барка прямая также это ограниченное правило лейбница тут важно в этом случае что у нас фи оно из нашего исходного языка но без оператора необходимости и без сп я тут не написал просто поясняю вот правило вывода стандартный модус понес значит навешивания необходимости и обобщение вот еще там есть некоторые сокращения которые я не писал но они довольно стандартные типа если ну вот дальше будет использоваться такая штука например что g g s в этой штуке на остановке этой истина фи от гамма x1 и так далее гамма xn вот это значит что если у нас есть формула фи со свободными переменами x1 и так далее xn вот то это просто будет означать результат подстановки за место x-ит их гамма от x-ит вот также можно заметить что если связь например если у нас есть какое-то просто s которая подмножество вот это вот так красивое вот и если у нас есть перестановка из g вот то будет выполняться такая эквивалентность то есть истинность на g s на перестановке п вот формула с свободными переменами альфа-1 альфа-L это то же самое что истинность на пи-н формулы в которой мы осуществили перестановку осуществили подстановку вот этих альфа-L от пи ну то есть что имеется ввиду это формула которая зависит от произвольных натуральных чисел то есть от альфа которые элементы вот этого а красивого а здесь это уже обычные натуральные числа то есть потому что пи-это перестановка альфа отправляет все перестановки натуральные числа это уже чисто арифметическая формула то есть связь между ними вот такая прямая это можно доказать но это технический факт я это делать не буду ну еще что например когда ну давайте я вернусь к предыдущему вот здесь вот вот в этой вот нотации если короче если оно истинно выполняется для любых подстановок то просто не пишут пи если например мы хотим сказать что у нас с вот это вот с я обращаю это разные как бы вещи вот здесь с рукописная а здесь прямое вот то есть в одном случае это какое-то просто произвольное подмножество а в другом это вот вполне вот это вот конкретное и если вот это вот с рукописная и с нерукописная не совпадают то просто пишут вот вообще опускают вот этот второй компонент ну и также могут опускать гамму когда при любом означивании но это тоже все стандартные в общем довольно обозначение вот там автор замечает что например ну вот формула барка она задается как бы ну она не сдается во всем он просто вот то что здесь он говорит это значит что все эти формулы они будут как бы истинные ну вот формула баркан истина обратная формула баркан она тоже истинная а например вот такая формула здесь здесь напишу она обратной формулы баркан но для в общем существования необходимо что существует x фиат x из этого опублицируется что существует x необходимый фиат x вот эта штука она уже истинной не будет вот ее еще называют принципу выбора потому что если мы возьмем вот такую формулу фи от x ну пси пси от x мы возьмем x равное нулю и неверно что необходимо что x равное нулю ну то есть да странная формула но тем не менее понятно что на gs необходимо что существует x пси оно конечно будет истинно но вот такая штука такая формула то есть существует x необходимо чтоб все конечно истинно не будет вот да ну по всем в общем все и дальше что дальше определимость и неразличимость вот уже кажется была речь про специфичные я кстати если у вас есть вопросы то пожалуйста задавайте то есть если что-то совсем непонятно я постараюсь пояснить потому что ну мы только разгоняемся дальше будет жестче ну ладно вот специфичные натуральные числа это просто вот все функции такого вида отношения называются в общем определимыми в JS если для любой формулы со свободными переменами x1 xl существует кортеж l-кортеж произвольных чисел таких что в общем этот кортеж принадлежит этому отношению только в том и только в том случае когда будет истинно вот формула и фи от альфа 1 альфа l и как бы задавая определимость таким образом можно можно в общем определять по координатное сложение специфичных чисел то есть вот мы берем отношения вот которые ну и строят то есть на первом месте на первых двух местах произвольные числа а на третьем месте там уже функция от перестановки которая складывает значение перестановок на натуральных числах вот оно будет в общем определимым более того оно будет равномерно определимым равномерно определимым называется если оно для ну то есть тут оно какое-то вот s это не не обязательно стандартное тут s просто любое подножество красивого и если определимость работает вообще для любого такого подножества то отношение называется равномерно определимым ну в общем да плюс он будет равномерно определим с помощью вот такой формулы что это я напоминаю это это вот подлинное равенство вот умножение также по координатно тут у нас просто складываются тут умножаются числа тут складываются вот посредством такой незамысловатой формулы просто обычное задание вот специфичный ноль он будет определяться с помощью такой формулы то есть все-таки подождите вот там ерунда было написано сюда не смотрите смотрите сюда вот как определяется ноль ну ноль это то сложение чего с любым числом дает в итоге любое число ну тут ровно это и написано то есть просто равенство оно понимается как подлинное равенство как пробегающие по всем мирам то есть такое что y сложить с x то же самое что y вот тут точно так же y умножить на x это то же самое что y вот последователь определяется таким образом то есть тут у нас уже пары не хватает скобочки она интерпретируется вот таким вот образом то есть здесь у нас это что это формула которая задает единичку а это значит что мы как бы единичку прибавляем к нашему числу только и всего вот дальше можно определить последовательность формул нашего языка таким образом что это будет правенство нулю в случае если н ну ноль и если н не ноль если н больше нуля это будет задаваться вот таким образом тут кстати опять что-то странное написано тут должно быть да тут должно быть а н минус один вот y ну то есть это просто рекурсивное задание этих самых формул ну и можно доказать что любого вообще натурального n специфичное число которое ему соответствует оно равномерно будет определяться именно такой формулы это проверяется просто индукцией ойн вот дальше это факт того что если мы зададим такую вот аксиому что если x0 то spx если spx то в общем как бы можно как бы прибавлять вот ну и что если x не ноль то и при этом spx то в общем верно что существует тот который его больше на один ну то есть это стандартная интерпретация того как мы понимаем существование последователей вот и у нас на структуре в общем на модели выполняются эти три аксиомы в том или только в том случае когда s рукописная это обычная s в смысле что мы берем не какое-то подмножество а красивого а мы берем вот конкретное то которое задает все специфичные числа вот там в в одну сторону легко доказывается а в другую там сложнее там вот нужно каждому произвольному числу сопоставить ранг то есть это просто належность конечно же да то есть это просто такие натуральные числа что те которые получаются когда мы отправляем нашу перестановку в натуральные вот из того что сказано вот здесь вот и вот здесь вот просто будет следовать что ну в одну сторону у нас выполняется включение если мы допускаем что в другую сторону не выполняется то есть что равенства нет значит мы можем взять то что как бы сидит вот если мы выкинем из из нашего множества стандартное вот и причем это это будет не нулевое произвольное число вот но это значит что пусть существует альфа штрих что альфа штрих это ну как бы это последователь нашего альфа вот если он последователь то соответствующие натуральные числа обычные натуральные числа оно будет больше строго больше значит то есть ранг ранг будет ну когда мы выбираем вот этот альфа штрих его ранг будет строго строго меньше потому что альфа равно последователю это альфа штрих вот а значит альфа штрих он вот лежит вот в этом вот предполагаемом не пустом множестве это можно продолжать в том же духе просто счетное число раз мы наткнемся на такую последовательность просто элементов из вот этого вот множество причем она будет получается бывающий да то есть каждый следующий член этой последовательности он будет меньше предыдущего а это противоречит тому что мы знаем о том как устроен порядок на натуральных числах значит что противоречие значит никаких альфа штрих альфа штрих штрих и так далее из этого множества нету потому что она просто пустое раз она пустое и выполняется включение в одну сторону значит эти множества просто равны между собой все вот дальше диагональные числа тоже не шла речь и это те числа которые предмет каждое значение множество натуральных чисел чисел ровно в одном состоянии в общем записывается таким образом то есть вот с помощью вот этих квантеров по специфичным чиселам если возможно что x равен n и любого y из того что x равен n а y равен m что это возможно следует необходимость эта штука она просто будет определять ну то есть вот это свойство она будет отношением и это будет определимым отношением вот теперь то что нужно для различимости и неразличимости это как бы плюс-минус стандартная штука из теории моделей то есть вводится такая штука вот тип для двух произвольных чисел это просто формула от двух переменных так что в общем подстановка заместо этих двух переменных этих чисел альфа-1 альфа-2 она будет истинно при любом означивании на любой подстановке на множестве g вот пара чисел называется относительно неразличимой если у них вот эти типы совпадают понятно что это вообще говоря разные типы вот это можно наверное каким-то удобным способом ну если речь касается каких-то примеров я не знаю они там ссылаются на статью лэдимэна где сам лэдимэн и соавторы видно покажется кто то еще они предлагают мыслить это на граф ну например вот тут когда говорится про относительно потому что есть не только относительная неразличимость есть например ну то есть в данном случае что наверное стоит сказать что вот на же истинно при любой постановке при любом означивании фи от альфа-1 альфа-2 но при этом ложно вообще говоря не с необходимостью вот такая штука вот соответственно можно придумать например не относительную неразличимость а абсолютную неразличимость это допустим будут все такие формулы фи от x от одной переменной что ну в общем фи это это формула нашего языка а на же истинно и от x начнем фи от фи от альфа это будет ну тип произвольного числа альфа вот но при этом будет вложено например фи от бета если мы хотим абсолютно различать альфа и бета можно условия например ослабить и оставить вот здесь такую истинность но сделать ложность например но на фи от альфа альфа и это достаточно удобно мыслить например на графах например если у вас есть ну какой нибудь игрок на трех вершинах допустим ориентированный альфа бета гамма и у него три вершины три ребра вот соответственно в данном случае ну на парах альфа бета и на пару на парах бета гамма у нас они будут ну как бы не различаться потому что ребра есть вот но при этом у нас не будет абсолютной абсолютной неразличимости потому что я задал граф ориентированным образом она не в обе стороны будет работать так наверное должно стать плюс-минус понятнее но в самой статье ну в смысле статье у хорстона нет этих примеров я просто решил пояснить не знаю успешно или нет вот точно так же можно обобщать неразличимость на кортежи вот просто для кортежей говорить что у нас есть просто кортежи соответствующие и равные типы уже вот этих кортежей там еще есть такой момент я наверное верный доску хочу показать чтобы там с этим повозиться видно доску все да видно хорошо там хорстон приходит к тому что если мы задаем просто константные функции на множестве а красивая то есть просто берем и те там c1c2 так далее вот их просто какая-то куча константных функций в а красивая и константные функции они ну пары константных функций они относительно неразличимы вот и для них будет верно что если короче для любых и идет из вы таких натуральных чисел просто как бы индексов вот причем неравных тип c и 2 c этого вот это то же самое что тип зайдет на цей этого это это как бы так называемая попарная неразличимость она нужна чтобы удобнее говорить про неразличимость вообще кортежей вот это как бы это теорема ее можно доказать там ну мы просто ну по факту нам нужно показать что выполнимость формулы фи от ци это и ци это и все равно что выполнимость формулы фи от ци это и в таком случае там вообще это это все что такая все на что он отсылает доставляет без доказательства это все в статье с ним совместно с аспиранским есть и там очень часто используют такой как бы технический момент например если мы хотим можно просто говорить что у нас есть мир и которые не обязательно какие-то перестановки точно также говорить про истинность номера и на протяжении большего части времени у нас считается что когда мы говорим про множество перестановок и просто какое-то множество миров они по крайней мере в общем замор на уравномоченных смысле вот а если этого не предполагается то задается просто не активная функция которая действует из любви в же вот и сдается она таким образом ну то есть можно посмотреть на ее задаваться можно сдать как функцию которая действует номера таким образом мы берем образ в мире это будет функция мы берем обратную к ней и этой обратной функции мы действуем вот на эту штуку то есть сначала взяли вот тут у нас на выходе получилось то есть я напоминаю альфа она действует из альфа это функция из же в натуральные числа получается у нас вот альфа точнее вот ёта от дубль в этой липпе тоже мы к элементу g применяем функцию альфа, получаем в итоге натуральное число. Ну, как бы это выражение просто будет зависеть от конкретного мира, мира W. Если они все-таки не только равномочны, но и равны, если мы говорим про них просто как про одно и то же, то миры это и есть перестановки, то в таком случае вот эта функция йота, она просто задается как лямбда W, вот, а образ ее на альфе это просто такая штука. То есть она просто вот так вот будет схлопываться. Вот, ну и можно задать точно так же образ отношения. Вот, и когда задан вот этот вот йота оператор, он позволяет доказывать факты, в том числе вот факт, который я здесь привел, таким образом, что мы просто переходим, мы предполагаем, что у нас миры, они равномочны, множество перестановок, в каком-то смысле неразличимы. Вот, переходим к формуле на мирах, и там получается практически напрямую. Ну, я как бы просто скетч излагаю, а не само доказательство. Дальше это диагонализация и независимость. Говорит, что можно задавать порядок на произвольных числах. В общем, вот таким вот образом. То есть с необходимостью, если, ну, то есть мы говорим, что одно произвольное число больше другого, это значит, что у нас существует специфичное m, специфичное n, что необходимо следующей импликацией. В антициденте стоит то, что бета принимает значение m, а в консеквенции, что альфа принимает значение n. Вот, такого рода порядок, он будет рефлексивный, транзитивный, но не симметричный. Вот, для симметричности нужно просто, ну, в обе стороны его сделать. И получается, что, ну, вот если мы берем, допустим, эту вот штуку, можно сказать, что это своего рода отношение эквивалентности. Потому что вот этот порядок гарантирует рефлексивность и транзитивность, а вот эта штука – это просто условия симметричности. Значит, можно задать класс эквивалентности. Для произвольного числа альфа – это просто все произвольные числа бета, которые эквивалентны альфе. Вот, эта штука называется степенная структура, потому что это очень похоже на то, когда мы говорим про степень вычислимости. И когда мы говорим про степень вычислимости, у нас возникают разного рода решетки. И тут мотивация, в общем-то, такая же. Он, кажется, не пишет про степень вычислимости, но когда мы говорим про структуру степеней, это, видимо, подразумевается. Вот точно так же можем просто смотреть на все классы эквивалентности, ну, просто для… Ну, тут важно, что они вычислимые. Вот, почему степень вычислимости, собственно. Вот. И там получается так красиво, что специфичные числа, вот мы когда смотрим на структуру специфичных чисел, это в нашей решетке наименьший элемент. А если мы смотрим на степенную структуру диагональных чисел, то это наименьший элемент. Он там рисует такой вот… Ну, что-то можно как бы понимать таким образом, что, ну, как обычная диаграмма Хосея рисует, что здесь D от M, здесь D от Dельта, здесь какие-то, здесь какие-то. А это просто порядок. Все стрелки – это просто порядок. Вот. Это то, как можно мыслить, ну, диагональные числа и специфичные. Вот здесь вот специфичные, M – это специфичные, D – это диагональные. Вот. Это довольно просто доказывается. Он даже, в общем, не переводит доказательства. Дальше можно также сделать решетку для мегагенерических чисел. Ну, например, можно каждому произвольному числу сопоставить модальный профиль, то есть функцию просто из натуральных к натуральной, которая каждому натуральному числу будет сопоставлять число состояний, в которых альфа принимает значение M на какой-то перестановке. Вот. И точно так же можно задавать порядок на этих самых модальных профилях просто по координатам. То есть вот это новый порядок на произвольных числах, а это просто обычный порядок на натуральных, который мы знаем, как работает. И вот мы говорим, что два произвольных числа, они одно меньше другого. Если какое бы натуральное число мы не взяли, то модальный профиль как бы альфа, он меньше или равен модальному профилю, в общем, беты. Вот. Эта штука точно так же, этот порядок будет рефлексивным, транзитивным. Чтобы сделать симметричность, нужно просто потребовать, чтобы это выполнялось в обе стороны. У нас опять возникает степенная структура, возникает класс эквивалентности, можно посмотреть на все классы эквивалентности. Вот. И, да, и эквивалентность произвольных чисел можно задать таким образом, что у нас существует перестановка, что для любого натурального числа то, что альфа принимает значение m, это то же самое, что бета принимает значение π от m, где m это числа натуральные, специфичные. Вот. И можно профакторизовать по этому отношению эквивалентности и опять получить решетку. Ну, порядок тоже факторизуется. И здесь у нас уже получается, что когда мы смотрим на типенную структуру генерических чисел, то она наименьший элемент. А структура специфических чисел, она наибольшая. Там тоже можно нарисовать соответствующую диаграмму. Вот. Ерунда написана. То есть, нужно навык. Генерические числа, они будут наибольше, а специфичные числа также будут наименьшим. Окей, дальше. Теперь вычислительная сложность. Это стандартное понятие из теории вычислимости. Вот. m сводимость для двух множеств. Это когда у нас существует... Ну, тут не просто f. Тут она, в общем, она вычислимая должна быть. Вот. У нас существует вычислимая функция из натуральных в натуральные, такие, что для любого натурального n то, что n принадлежит множеству p, это все равно, что образ n вычислимый принадлежит множеству q. Эта штука, она будет задавать порядок. Чтобы превратить его в эквивалентность, нужно также потребовать, чтобы эта вещь выполнялась просто в обе стороны. Вот. Это, ну, понятие еще называют m-редуцируемостью. Ну, вот, m-сводимостью, m-редуцируемостью. Да. Это m-эквивалентность. Тоже задается эквивалентность, чтобы говорить про решетки соответствующие. Вот. Это нужно, чтобы смотреть на сложности теории. Вот. Дальше, например, захотим тогда говори, Аня. Я не понимаю, слышно меня или нет. А я хочу спросить, вот там, там, где было определение m-сводимости, я не очень понимаю, почему у нас она называется m-сводимостью, тогда как, ну, вот, в правой части определения m вообще не фигурирует. так еще раз. Типа тебе странно, что у нас зависит от, а, то есть, что не зависит ничего от, окей, да, я понял твой вопрос, ну, тут то есть m это, так скажем, это не индекс, m это сокращение от money one. Ну, это просто еще называется штука mapping reduction. Это не число какое-то. это не значит, что у нас есть какие-то писем. Так. Окей, ладно. Дальше тогда. Теперь Хорстон хочет сравнивать вычислительные сложности разных теорий. И вот он вводит язык арифметики второго порядка, где у нас есть квантер не только по индивидным переменам, но и по множествам. Туда добавляется, в общем, формула и вида там, терм пролежит множеству. Мы берем стандартную интерпретацию второпорядковой арифметики и мы смотрим просто в первом случае мы смотрим на вот первопорядковые арифметические истины, во втором случае на второпорядковые арифметические истины. И вот он говорит, что можно доказать, что если мы берем наш язык вот той вот первопорядковой модальной логики, но без предиката специфичности, то он м сводим к арифметическим первопорядковым истинам. А если мы добавляем туда предикат специфичности, то это уже арифметические второпорядковые истины. и вот как тут все меняется, то есть как бы один нормальный предикат, но он ну как бы скажем настолько как бы усложняет дело. Вот это все также ну доказывается таким образом, что ну там кучу промежуточных всяких штуковин, но давайте я попытаюсь вкратце это объяснить, чтобы понятно вообще откуда это следует. Для нас еще важна такая штука, что для ну то есть вот просто мы будем брать множество миров и будем брать ну допустим у нас есть множество миров вот у нас есть вот множество функций. и можно смотреть на L-теорию WF. L-теория WF это просто это все ну даже не просто форму, это просто все предложения языка L такие, что в общем соответствующая формула она будет выполнима. Вот точно так же можно для перестановок в общем это вводить. И тут важно что важно что если мы смотрим ну вот можно как я уже говорил когда мы берем G в общем мы берем G такое где это просто все перестановки и G C где это вычислим перестановки я вот говорил что у этой штуки ее мощность 2 степени алиф 0 вот а у этой штуки у нее мощность просто алиф 0 вот это значит что если мы интерпретируем там арифметику стандартным образом то получается что ну теория вот этой штуки у нее ты пишешь сейчас да я вот не вижу что ты пишешь опа я действительно что-то не сказал мне никто вот видно так еще раз я повторю мы смотрим на теории теории в общем номерах и на подножитах миров и смотрим на теории в общем на вычислимых перестановках и на обычных перестановках вот на вычислимых вот если у нас есть ну это стандартная интерпретация натуральных чисел тут будет алиф тут будет в случае если мы берем не вычислимые перестановки а все а все тут будет 2 степени алиф 0 вот в принципе эта штука она ну будет следовать из того факта что если мы например говорим что множество миров и множество перестановок они равномочные то можно с помощью этой функции вот этой вот инъекции которые я здесь писал вот инъекции идет можно доказать тот факт что истинность на множество перестановок при ну на мире йота от формулы фи от альфа 1 альфа л это то же самое что истинность вот на этом множестве при на мире дубль в формулы фи от альфа 1 альфа л с индексами й вот то есть с это просто подножество то есть это просто будут все все соответствующие кортежи вот а вот это вот альфа с индексом йот ну верхним но это все равно что просто сокращение альфа вот того что мы вот здесь рассматривали вот то что это одно и то же это доказывается просто индукции по длине формулы там ну в общем нужно повозиться но это несложно получается вот теперь как бы важно подчеркнуть такую штуку что если мы будем например говорить про предложение и говорить про кардиналы то можно говорить про ну выполнимость на кардиналах то есть выполнимость формулы фи на каком нибудь кардинале а готическая не смогу на планшете нарисовать что-то готическое вот вот это все равно что если этот кардинал это в точности алиф ноль вот это рассматривается таким образом что мы просто берем вот такую вот формулу вот любого сп y из возможности x равно y и того что любого специфичного y и любого специфичного кстати кажется не должен быть специфичным да это не необходимо рассматривать специфичный любого z выполняется вот что из того что возможно что x равен y и z равен y следует что необходимо что x равен y и и и и истинность выполнимость этой формулы на множестве миров w при любой на любом мире при стандартной интерпретации s это все равно что сказать что альфа это не просто какое-то произвольное число а что это инъекция что альфа это инъекция из миров в натуральное не просто какая-то вот ну и потом можно просто взять в качестве фи формулу вида фи ну то есть вот это вот свойство ну допустим я могу вот эту формулу записать как вот это все как все от x вот и в качестве фи просто взять ну запас запас запутим аферистенциально сказать что это фи от x существует x от x вот и понятно что в силу того что тут идет речь про что я говорю вот я сказал что истинность в мире выполнимость формулы все вот альфа это все равно что альфа инъективно вот так как у нас речь идет здесь про выполнимость при любой подстановке при стандартной интерпретации s то это будет давать нам что кардинал у нас именно альф 0 а не какой-то другой вот еще важно что ну из того что вот эта штука эта теория она не то же самое что и эта теория значит что вот эти теории они вообще говоря ну не одни теории более того о них следуют как бы разные факты про сводимости например если ну то есть если уже возвращаться к тому о чем мы ведем речь то какое бы множество миров не взяли да я уже там сказал что будет сводимость у нас чего к чему да в случае если мы говорим добавляем предикат сп специфичности то будет сводимость к второпорядку арифметическим истинам если не добавляем то там в общем хватит первопорядковой чтобы это в общем как-то адекватно обосновать во-первых нужно вот такой технический факт того как работают наши теории это давайте я напишу вот что если у нас минимум минимум из какого-то кардинала альфа и омега-1 равен минимуму какого-то кардинала бета и альфа-1 то это значит что соответствующие теории равны этих кардиналов в частности они будут ну теория на кардинале альфа-1 она будет равна теории на кардинале аготическая вообще для всех кардиналов которые будут больше или равны альфа-1 в каком-то смысле это аналог теоремы Левенга и Маскулема вот ну и что важно например что нам например ну это фактически делает различие ну то есть нет принципиальной разницы выбираем мы там два в степени альф-0 или альф-1 на континуме гипотезу мы никак не опираемся если речь идет про конечные кардиналы то например условие того что в множество миров оно содержит ровно n элементов оно будет выразимо в языке l что как бы немножко удивительно это будет записываться несколько громоздкой но тем не менее то есть если я хочу сказать что ну то есть вот у нас есть будет выразимо формула я не знаю е допустим назначенная что ровно n элементов е в том и только в том случае если этот кардинал это просто есть вот а сама само это свойство сама эта форма она будет выглядеть таким образом то есть мы просто берем все не все берем существ ну выбираем x1 xn какие-то выбираем y и вот так поступаем и немножко страшненько но в принципе станет понятно о чем идет речь то есть тут сначала мы говорим что необходимо что они вообще-то различные вот и еще что важно что опять конъюнкция по всем возможно что y равен какому-то из этих коксы и при этом неверно что существует x1 и так далее уже xn плюс первый и существует y что вот та же самая формула в принципе но просто здесь мы за место n минус 1 поставляем n здесь за место n поставляем n плюс 1 здесь за место n поставляем n плюс 1 вот это добавление в виде конъюнкции с отрицанием значит что у нас ровно n элементов в смысле их не n плюс 1 их их не больше и их не меньше вот то есть это просто будет формализоваться как что между собой они не равны будет формализовать то что как бы не меньше что они не совпадают друг с другом и то что вот этот y он возможно что равен каждому из этих он пробегает короче по всем вот ну это меня честно говоря довольно немножко удивило что будет у нас она в теории милевинге мускулима и будет в языке выразимо свойство того что множество конечно вот да если переходить вот к тому как в общем занимаются сводимостью там нужно вести понятие абсолютной определимости это когда практически то же самое что и та определимость которой мы имели место вот но там при этом будет такая что-то что тут n1 nl принадлежит множеству r которое называется абсолютно определимым если в мире будет истинно фи от лямбда w n1 лямбда w вот и это понятие абсолютной сводимости оно нужно вот для чего если у нас есть какая-то вычислимая функция допустим у нас есть формула фи от x1 и так далее xl ну это второпорядковая в общем формула любая второпорядковая формула вот и существует как бы соответствующая ей формула ну как бы то есть вычислимая функция она переводит как бы одни формулы в другие вот так что если у нас омега омега ну в общем не омега а просто вот это вот дубль в оно оно бесконечное то какой бы мы кортеж обычных наших чисел не взяли натуральных то в общем в стандартной арифметической интерпретации будет выполняться формула фи от n1 и так далее nl в том или только в том случае когда у нас в номерах будет выполняться и вот тут будет лямбда w n1 и так далее лямбда w тоннель ну то есть что в каком-то смысле истинность на мирах формул которые зависят от специфичных натуральных чиселах это то же самое что и истинность в арифметике арифметических формул которые зависят от обычных натуральных чисел вот и что мы знаем про фи от по действиям вычислимой функции тэта это то что она абсолютно определяет в омеге омеге не омеге w тоже множество которое определяет в общем фи арифметическая формула вот здесь вот и там этот факт оказывается таким образом что просто выбирается какое-то не пустое множество натуральных чисел выбирается ну произвольно натуральное число то есть функция из из миров в натуральные числа вот и соответствии с ним выбирается множество такое что не знаю p это просто образы то есть каждое произвольное натуральное число оно выделяет такое множество натуральных чисел вот и то что n принадлежит этому множеству натуральных чисел это все равно что сказать что ну то есть ну это то же самое что сказать что альфа и специфичная натуральная n они совпадают на некотором мире вот то есть как-то записать лучше что альфа так что альфа впадает вот по поводу связи между в общем второпорядка формулами то там используется такой прием что ну то есть как будет записываться как мы будем вообще проводить это сопоставление этот перевод в общем арифметических истин в истинные номера ну там делается таким образом что сначала мы смотрим на атомарные формулы там вида и с звездочкой это атомарные формулы вида x равно y x равно y плюс z x равно y умножить на z ну и это вдобавок еще такие которые не содержат квантеров не по индивидным переменам не по тем самым не по переменам типа множества ну в смысле что это в каком-то смысле формулы такие вот и ну профессиональные вот и если мы хотим смотреть на какие-то ну просто перечисления индивидуальных переменных то для каждой второпорядковой формулы фи определяется ну фи ее вычислим образ определяется как вычислимый образ вот такой штуки то есть в том в том плане что мы можем элиминировать квантеры ну не совсем мы просто можем сказать что у нас есть перечисления соответствующих переменах ну типа вот если мы хотим говорить ну вот у нас вот в ноль допустим в не знаю пн и так далее вот это это перечисление индивидуальных перемен в этом ноль большое в н и так далее это перечисление переменных типа множества и если хочу допустим я осуществить перевод вот равенства допустим в и т равно в й оно будет переходить вот сюда мы просто будем сдвигаться по единообразно запишу мы будем по множествам индексов сдвигаться вот если я хочу записать там сважение например в и т плюс в й равно в кт вот то это так же буду просто сдвигаться по индексам в случае умножения все точно таким же образом обстоит если я хочу сказать что у меня индивидное как бы перечисление индивидной переменной вот оно будет в множестве каком-то вот это тоже ведь формула второпорядковая то это значит что возможно что в 2 и т это в двойота но сдвинутая в общем на единичку вперед ну отрицание там конъюнкция стандартным образом в смысле что хотим взять как бы вычислимый образ конъюнкции ну это просто будет конъюнкция в общем вычислимых образов вот если хотим посмотреть на квантеры по индивидным переменным то точно так же просто будем смещаться и это значит что вот это двоитое оно специфичное ну и тут просто смешиваем образ пси вот а если мы хотим смотреть на неиндивидные переменные переменные множества то вот тут вы видели связь что нужно сдвинуться на один пси счастливый образ пси или пси которая берет какие-то в й которым присваивается просто что пустые множества вот и у этой штуки вычислимый образ вот то есть это замена каждого в и того маленького из в й большого в пси на на просто неравные вот и просто получается что вот эта вот штука вот такого рода трансляция такого рода вычислимая функция она задает все достаточно правильно чтобы искомая нам эквивалентность она работала и это позволяет говорить о сводимости потому что для сводимости нужна такая штука чтобы функция была вычислимой и чтобы выполнялось соотношение между кортежами и образами вот и такого рода трансляция она будет в общем эти свойства не удовлетворять но тоже несложно проверяется вот то что в общем теория сводима к без предиката специфичности она будет сводима к второпорядковым истинам там немножко тоже нужно повозиться но затея такая что ой ну модальные профили вообще говоря можно их обобщать там они предлагают такую конструкцию мы берем допустим не специфичные числа непроизвольные а допустим кортежи произвольных чисел как там уже писал для типов вот взял такие кортежи вот и взял кортежи натуральных чисел и можно определить вот такую штуку которая это просто будет задаваться множество миров таких что какой бы мы не взяли элемент кортежи в общем этот мир посредством произвольного числа альфа и того отправляется ровно в аныт и можно уже смотреть профили не натуральных чисел а смотреть профили кортежей натуральных чисел вот и но в этом случае это будет функция это будет функция не просто из кортежей из множества кортежей а в натуральные объединенные с олив нули олив один это не что-то как бы очень страшное потому что ну да мы просто можем выйти за пределы счетности вот не выходим в том случае если это совпадает вот с такой штукой с множеством этих самых миров если вот эта сама вещь мощность множества этих миров она не более чем в счет ну и соответственно если так получилось что те миры в которых произвольное число принимает значение соответствующие элементы из кортежа натуральных чисел они не не более чем счетные то есть они алиф один то и этот модальный профиль тоже будет просто алиф один вот ну соответственно если там если ноль то в общем альфа это просто пустой кортеж ну в общем а n в степени это просто просто в общем синглутон пустого кортежа вот и эта конструкция она позволяет говорить про такие вещи то есть можно например взять ну я не знаю можно взять все такого рода профили и сказать что истинность ну на каких-то кортежах произвольных чисел при ну на каком-то в общем мире это все равно что истинность вот если мы будем задавать ее ну вот через профили ну просто как бы такая техническая эквивалентность ну как еще сказать допустим вот так вот у нас есть такое множество и такое множество и сказать что допустим альфа это кортежи ну альфа это кортеж это кортеж ну вот и зафиксировали какие-то миры и сказали что в общем номерах есть совпадение что эти кортежи они в общем конгруентны так скажем вот известно что какую бы мы формулу со свободными переменами x1 xl не взяли то раз у нас произвольные числа конгруентны то и говорить о выполнимости на этих кортежах ну как бы это тоже на это же вот тут уже будет фи вот бета вот такой один из наверное важных результатов в том что как бы это действительно одна и та же штука это может использоваться как лемма для доказательства того что все-таки у нас есть сводимость посредством того что мы берем все такие профили и профили что для всех просто все профили смотрим произвольных чисел вот и вот этот результат он дает нам тот факт что два любых элемента два любых элемента точнее два короче любых кортежа произвольных чисел они не могут они не различимы с помощью формулы языка и более того мы можем выделять вот такое множество если речь идет про функции про которые мы хотим говорить на языке которых мы хотим говорить про вычисленность ну это что называется компакт наноситель просто с ненулевыми элементами вот мы будем смотреть на функции вот из этого профиля и функции допустим из профиля 1 кортежи просто длины l плюс 1 а не l вот мы можем расширять одни функции до других просто у нас будет возникать бесконечный ряд и дополнение ну то есть просто вписывать конкретную координату в конец вот а редуцируемость она просто должна быть переопределена тем что мы будем смотреть на истинность формулах на кортежах ну взяли просто натуральные числа и допустим я вот так хочу обозначить истинность вот где f это f это профиль профиль на мирах вот и на термах стандартным образом просто будем термоинтерпретировать и приравнивать на отрицании это значит что не будет выполняться на дизюнкции стандартным образом а когда я захочу говорить допустим про существование да я хочу сказать что у меня там на этом кортеже выполняется существует y c от f ну не от а это как бы аналогозначение вот это значит что существует g из л плюс первого профиля такое что g будет расширять f и при этом уже на кортеже из m будет справедливо c от g вот а вот это вот расширение оно вот когда я пишу такого рода порядок это просто значит что вот как я уже говорил мы закидываем просто в кортеж какое-то натуральное число новое вот а во-вторых это то что если я беру образ функции на каком-то из кортежей вот то это просто может быть записано как вот такого рода ряд и от ряда бесконечности g от p и p это образ то есть расширение оно будет предполагать что мы закидываем в кортеж чиселка и что просто можно представить в виде бесконечного ряда вот выполнимость возможности на кортежах возможно что c верно при означении f это значит что существует m из вот этого компактного носителя что на этом m же истинно c при означении f вот ну а sp точно так же там речь идет про термы которые интерпретируются стандартным образом на m из компактного носителя ну и можно просто установить что допустим если мы хотим говорить про миры то как бы истинность на мирах вот это все равно что если я беру уже кортеж этого мира который получается этот кортеж посредством того что и действия просто кучей произвольных чисел вот и будет истинно фи при означивании которое будет давать просто профиль соответствующего портажа модальный профиль вот ну и получается что теория которая будет брать стандартную аритметическую интерпретацию будет брать миры она просто вместе с множеством всех формул которые будут удовлетворять по такому условию она будет удовлетворять следующему у нас у каждого каждый профиль будет перечислим объектом перечислим объектом который кодирует какие-то подножия натуральных чисел и точно так же мы можем говорить что если у нас есть второпорядковая арифметика то у нас есть вычислимая функция которая действует из предложений нашего языка модального которые действуют в арифметические предложения таким образом что образ образы будут вот у нас есть функция я не знаю это которая действует из формулы языка и формулы языка л2 таким образом что в итоге каждый образ формулы вот отсюда он будет попадать просто в множество всех второпорядковых истин вот и именно использование профиля функции профиля как возможности кодировать множество натуральных чисел и сопоставление им вычислимых функций будет как раз той самой вычислимой функцией которая будет позволять проводить вот эту вот ну редукцию вот эту вот сводимость одного к другому где это ну вы поняли да вот это вот сводимость ну и да в общем именно в силу задания такого рода трансляции вот перевода который которому я здесь писал тут вот именно в силу того что у нас имеет место на определенном этапе аналог теорема Левенгейм и Скулема такая вот разная получается сводимость ну просто из-за того что просто разные кардиналы выходят вот так теперь я возвращаюсь к презентации ага вот хорошо теперь что такое вообще второпорядковая арифметика ну как ее аксиматизировать можно если говорить уже не про семантику а про теорию отказательств так скажем вот ну первое это то что такое ноль то что такое единичка то что такое ну что значит что сложение двух дает ноль значит что каждый из них нулевой что значит что у нас равны последователи это значит что равны исходные что дает сложение с нулем что ну это как бы что мы сложить число первое число с последовательом второго числа это все равно что взять последователь суммы этих двух чисел вот ну это в целом тут это умножение на ноль тут вот тут вот здесь конечно должно быть вот то же самое для для умножения последователей то есть если мы умножаем первое число на последователи второго числа это все равно что мы сначала умножаем перемножаем между первого второго числа и прибавляем первое число это в принципе все очень похоже на арифметику Piano вот но дальше нужно добавить аксиомы в арифметике Piano оно индукции нужно новой аксиомы индукции и нужна аксиома свертывания тут прикол в том что произвольные числа можно рассматривать через множество вот можем сказать что у нас произвольные числа кодируют если просто произвольное число будет принимать значение в натуральном числе n на какой-то перестановке. Но это все знакомые аннотации. Так можно моделировать отношение принадлежности, то есть x принадлежит y, если x в общем специфичное и возможно, что они равны. Можно также моделировать порядок, это значит, что у нас есть специфичное z, что x плюс z это y. Ну, то есть убираем специфичность совершенно обычное определение порядка натуральных числа, ну, строгого порядка. Вот аксиома выделения, она будет говорить, что существует y такое, что какой бы специфичный x мы не взяли, тот факт, что возможно, что этот y равен x, это все равно, что я формула x справедливо в общем фи. Ну, в данном случае нужно иметь в виду, что фи не содержит y как свободную переменную. Но аксиома индукции вот так она будет выглядеть, то есть какое бы x мы не взяли и какие бы специфичные z и y мы не взяли, из того, что y меньше z, это все равно, что y является элементом x. Если эта штука выполняется для любого y, то значит, что z это элемент x. Если для любого специфичного z это еще и выполняется, то значит, что мы можем здесь сказать, что для любого специфичного z z принадлежит здесь не z, а x. то есть, если доказали какую-то штуку для ну, вот как индукция должна работать, что для нуля проверили, доказали для меньшего числа, потом перешли к не для меньшего, для какого-то, а потом перешли к последователю, если доказали связь между исходным и между последователем, значит, доказали вообще для всех. Ну, точно так же, если доказали для меньших, вот доказали, как бы вот и для тех, которые меньшие объемлют. Вот. По пониманию. Вот. Вопрос еще стоит в том, можно ли вообще вполне упорядочить множество всех вот этих вот вычислимых произвольных чисел. Ну да, можно. Мы просто должны смотреть на пространстве состояний вычислимых пересновок. Будем просто брать диагональное число, любое на самом деле подойдет, которое будет упорядочивать вот эти элементы многоточия, их учатное число. Вот. Таким, что если мы в равенство иксу специфичного в общем числа n за место икса подставляем диагональное, то вот эта формула, она будет истинной. на множестве вычислимых пересновок при стандартной интерпретации подмножество красивого. Вот. Порядок на вычислимых функциях, он по координатам будет определяться, то есть важно, что мы будем брать просто наименьшую пересновку из множества состояний, и если образы равны не будут, то это значит, что они будут строго меньше друг друга. Дайте. Вот. Эта штука, это полный линейный порядок, это доказывается довольно просто, просто мы допустим, сейчас я покажу, как это сказать. Мы должны посмотреть на все такие кучи функций f, it, и предложит и большое, которые будут под множеством вычислимых произвольных чисел. И просто определим индуктивно, ну, вот, на нулевом шаге. f нулевой это просто f, на n плюс первом это просто все те функции из f красивого n, такие, что неверно, что существуют функции f штрих из f красивого n, что выполняется, ну, что, короче, строго меньше образ перестановки этой на диагональном числе на образ вот этой, но уже при действии функции f. вот, и мы просто должны взять эту штуку и замкнуть. Вот. Ну, по омеге просто замыкание по всем n замыкание, ну, натуральное имеется в виду. Просто замыкаем все такие f красивые n, t. Вот. Вот эта штука f омега, это просто будет синглтон из функции, которая строго меньше всех наших f из f красивого. Ну, то есть, эта штука будет наименьшим алиментом. Вот, поэтому понятно, почему эта штука вполне упорядочивает наше исходное множество. Ну, точно так же каждая раз, раз эта штука, она вполне упорядочена по этому порядку, то это значит, что с каждым диагональным числом вычислимым у нас ассоциирован полный линейный порядок на этом самом множестве. И значит, что можно задавать предикаты, которые будут определять какие-то классы диагональных чисел. Вот один из примеров такого рода редикатов Хорстен переводит. Вот. Это, например, как он называет, что формула прогрессивна вместе с вот этим порядком. То есть, это значит, что мы на множестве формул выделяем вот такое вот множество. Это просто все те формулы, такие, что если короче, какие бы y и z мы не выбрали из того, что z меньше y и как бы z обладает свойством φ, значит, что y обладает свойством φ. То есть, для строго меньших специфичных чисел будет работать прогрессивность, то есть, она позволяет переходить от меньших к большим. Точно так же для элементности. Если у нас есть строго меньшие z и y, если z помещается в какое-то множество u, то и y будет помещаться в это множество u. Вот. И это позволяет сформулировать уже индукцию, она будет тросфинитной, понятное дело. Вот. Она будет говорить такую штуку, что какое бы множество u мы не взяли, у нас будет существовать x, такое, что d от x, и при этом будет вот такая вот прогрессия, или такой прогрессии будет справедливо, что все эти y, они будут в это наша u помещаться. Вот. d от x это штука, которая определяет класс диагональных чисел. То есть эта штука, она говорит о том, что мы можем брать диагональные числа, и для них будет работать индукция вот в таком смысле. То есть это прогрессия нужна, чтобы переходить от чисел к последователям. Ну, аналогов для специфичных в общем чисел. Вот. Вообще все, кажется. Я закончил. Ага, спасибо. Так, ну что, может быть у кого-то вопросы есть? Или какие-нибудь соображения? В принципе, это, ну, довольно ясная глава, особенно если читать вместе со статьей Спиранского. Не возникает каких-то разночтений между понятиями, не возникает, ну, желания что-то понять неоднозначно. Там вот еще, когда мы говорили в шестой главе про генерические иерархии и про генерические мегапоследовательности, он там вводил какие-то пространства состояний и капогенерические последовательности. Насколько я понимаю, вот эти профили, они просто позволяют уже напрямую это все кодировать. То есть, когда он включает язык теории вычисленности, все становится сразу понятно. Вот, а когда он как-то пространно говорит, я не понимаю, в общем, не понимал, в чем однозначная речь. Сейчас вот прояснилось, достаточно было просто включить вычислимость и все сразу стало понятно. Я могу только порадоваться за тех, кому все понятно, мне нет. Наверное, это потому, что я не читала статью. если говорить о том, что наиболее непонятно, вот мне наиболее непонятно про степень вычислимости осталось, если можно как-то пояснить. Сейчас, постараюсь понять, как это можно. Что тебе именно непонятно, в чем приколы, что зачем они вообще нужны? Для начала, да. Ну, смотри, вообще эта штука, она появилась в статье поста, насколько я помню. Допустим, мы хотим узнать, принадлежит ли у нас элемент какому-то множеству или нет. Или мы хотим вычислить функцию, которая будет отвечать на вопрос. И остается вопрос, вообще, как это сделать, какую роду функцию нам нужно придумать. То есть, у нас есть задача, того, чтобы, например, мы знаем, что в случае одного множества у нас такая функция есть, что у нас есть эффективная процедура вычисления, ну, как бы, не вычисления, эффективная процедура понимания того, принадлежит у нас множество какому-то элементу, принадлежит элемент какому-то множеству или нет. И мы хотим посмотреть на какое-то другое множество и сказать, хорошо, а для него можно придумать какую-то эффективную процедуру. И вот этой степени вычислимости, сводимость одного множества к другому, это как бы средство преобразования решения для того множества, в котором мы знаем, как алгоритм работает, в том множество, в котором мы не знаем, как алгоритм работает. И вопрос о разрешимости или неразрешимости одних задач, он связан с вопросом сводимости одной задачи к другой задачи. И тут важно в том, что если, например, берем какое-то множество натуральных чисел и хотим узнать, является, допустим, ну, какое-то число n из этого нашего ну, подножественного чисел простым. Ну, даже учитывая, что это соответствие о том, что вот решение там задачи для какого-то другого множества, оно немедленно дает решение задачи для искомого множества, можно это анализировать таким образом, что у нас существует алгоритм решения вопросов вида там принадлежит ли множество n или число n к множеству b, посредством того, что мы знаем, как понимать то, что оно принадлежит множеству a. Или у нас есть доступ, допустим, к какому-то, какой-то модели вычислений, которая, ну, она умеет отвечать на вопросы касательно множества a. И вот это понятие свадимости, оно просто позволяет формализовывать такие вещи, что дан какой-то один алгоритм, который позволяет решать задачу для множества натуральных чисел. Как придумать алгоритм, который бы решал для другого множества натуральных чисел, для подможества простых там, множества каких-то других, в общем, чисел с интересными свойствами. И задание таких порядков, оно позволяет сказать, в каком случае мы можем свести неизвестную нам задачу, задачу с неизвестным решением, задачу с известным решением, или не можем. А вопрос того, что такое вычислимость, просто зависит от того, что мы используем. У нас есть разный тип моделей вычислимости, это могут быть там машины тюринга, или что-нибудь еще. Ну, и там важно в том, что когда мы говорим про степень вычислимости, это позволяет, допустим, переопределять каким-то образом сводимость на натуральных числах и свожение там, ассоциировать их с сложением там на простых числах и сводимости задачи к простым числам. Можно всякие разные там вопросы решать, выделять классы, допустим, функции, которые растут там быстро или медленно. Вот есть такой пример. Ну, вот такая штука, как функция Аккермана, которая, в принципе, нужна, чтобы посмотреть на что значит вычислимые функции, но при этом вычислимые функции, которые растут достаточно быстро, что не будет примитивной рекурсии, то есть не будет что-то, что мы могли бы представить себе как композицию из нулевой функции, из функции исследования, из проекции и штуки, которые позволяют их, в общем, хорошим образом комбинировать. Это как вопрос того, есть ли какие достаточно интересные функции на натуральных числах, которые бы мы не смогли понять с помощью сложения, с помощью умножения, с помощью логарифмов и так далее и тому подобного. И Хорстен использует этот язык, язык теории учислимости, чтобы сказать, что значит определять известные нам операции, там, сложения, умножения, функции последовательности и так далее, всех остальных, которые через них определяются, в том числе степеней там разных всяких и прочих штук, для произвольных чисел, которые вообще-то не числа, строго говоря, которые вообще-то функции, которые действуют из перестановок в натуральные. И вот вычислимость, она говорит, он использует язык для того, чтобы сказать, что ага, я знаю, как мы можем складывать, умножать натуральные числа и какие функции не представимы в виде сложения, умножения натуральных чисел. А как насчет таких же функций, но, допустим, если я беру уже перестановки или если я беру вычислимые перестановки, что мне в этом случае делать? Насколько у меня быстро там функции будут расти? Вот у него как бы для этого нужен язык сводимости, чтобы сказать, что задача определения известных нам операций на произвольных числах, она сводима к задаче определения известных нам операций на наших обычных числах. Вот для чего нужно язык, я так понимаю. Не знаю, стало понятнее или нет, но, в общем, так. Стало хотя бы понятнее, где искать ответы на свои недопонимания. Ладно, спасибо. Пока еще, может быть у кого-то есть вопросы или комментарии. Видимо, больше нету вопросов в комментариях.